Детский центр народного искусства в городе Екатеринбурге готовит новое представление о приключениях старика Хаттабыча. Премьера состоится совсем скоро, а пока мы решили приоткрыть вам завесу тайны и поговорить о спектакле с его участниками. В студии Утро ТВ Хармейстер концертной группы «Озорное колесо» Екатерина Лимарова и участница спектакля Евгения Чурсина. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Ну, Екатерин, вопрос первый будет к вам. Сказку про старика Хаттабыча многие из нас помнят по кинофильму, которому уже несколько десятков лет. Фильм, конечно, классный, но вроде как есть такое представление, что сказка все-таки восточная, о восточном волшебнике, о старике Хаттабыча. И вопрос, вот какой, народные костюмы, русские народные песни, как удалось связать вот с таким вот восточным колоритом? Старика Хаттабыч, он волшебник. И цель, и вообще по задумке было сделано так, что этот волшебник превращает из обычных детей в артистов, которые потом показывают свое творчество и свои таланты. В то время это называется продюсер, который из обычных людей делает артистов. Вы знаете, мы все-таки дети и верим еще в сказку и волшебство. И хотим, чтобы это было именно так. Мы занимаемся народным искусством, которое, к сожалению, сейчас не в цене. И мы хотим просто показать, что чудеса-то бывают, что из обычных детей могут превратиться настоящие артисты, вырастить настоящих артистов. Ну, на сцене будут на самом деле настоящие маленькие и взрослые артисты. Какие номера они покажут? А номера будут очень разнообразные. Это вокальный, хореографический и вокально-хореографический. И детки будут разных возрастов от самых малюсеньких, от 4 лет, и до выпускников нашего детского центра, то есть до 18 лет. Евгения, ну вопрос тогда к вам. Подготовка к спектаклю всегда очень напряженная, сложная, много репетиций. Расскажите, как часто они у вас проходят и как удается совмещать репетиционный процесс со школой? Ну, в школе к этому относятся спокойно, отпускают. Ну, конечно, дают дополнительные занятия, я хожу на них. И хочу, чтобы и в ДК Лаврова я успевала, и в учебе, и у меня это получается. Волшебство какое-то буквально происходит. Волшебство поощряют, да, вас? Конечно. Ходят на спектакли учителя? Да, бывает, ходят, потом оставляют после урока и спрашивают, сколько лет там уже ходишь. Очень понравилось, впечатления свои рассказывают. А билетики, билетики просят учителя на концерт? Конечно. Спрашивают. Купишь? Куплю. Екатерина, ну... Да, вот я хочу задать вопрос. Я знаю, что старика Хатабыча будет играть настоящий волшебник, ну, иллюзионист, которого зовут Владимир Попов. Каково ребятам работать с ним? Что-то они у него уже научились чему-то, каким-то премудростям волшебным. Ну, вы знаете, поначалу это был просто открытый рот. Новый человек, да, внедрился в репетицию, в наш, казалось бы, такой естественный процесс. Но сейчас все идет по накатанной. Дети привыкли к нему. То есть дети уже достают голубей из рукавов, значит, там... Ну, такого мы еще не достигли, но я думаю, что все еще впереди. Друзья, я предлагаю прямо сейчас посмотреть небольшой отрывок из спектакля про старика Хатабыча, который уже в мае пройдет в городе Екатеринбурге, и ансамбль «Озорное колесо» готовится к нему усиленно. Как в лесу-лесу зеленом, где растут дуфы, Собирала на поляне девушка грибы, Набрала грибов и надо и домой идти, До тропинку нелегко найти. То олежник, то седриточки, То трава густая. Ой, грибы, грибы, грибочки, Ой, грибы, грибы, грибочки, И калина, и малина, Ягода, 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 ягода лесная. У меня молодой есть дружок, У меня молодой есть дружок, Сударыня-парня есть дружок, Раз веселый паренек, Раз веселый паренек, Сударыня-парня-паренек, Сударыня-парня-паренек, А я младомодница, Модница-размодница, Сударыня-парня-модница, Сударыня-парня-модница. Мой милёнок очень мил Сарапан мне подарил Сударыня-барыня подарил, Сударыня-барыня подарил Подарил ботиночки И плату глянем в очки Сударыня-барыня милочки, Сударыня-барыня милочки Вот какой Ванюшка мой, раз веселый, молодой. Сударня-барыня молодой, сударня-барыня молодой. Сударня-барыня молодой, сударня-барыня молодой. Такого милашества я не видела давно. Мы говорим огромное спасибо участникам коллектива «Озорное колесо», которые только что спели эти прекрасные песни у нас в студии. Дорогие друзья, не пропустите спектакль с их участием. Уже в мае мы посмотрим спектакль, который называется «Старик Хатабыч». Ну а нашу программу сейчас продолжат события на телеканале ОТВ.